Всем привет! Как всегда четверг, как всегда восемь вечера. Меня как всегда зовут Евгений Рыбов. И у нас в гостях сегодня Милош Бикович. Привет, очень рад тебя видеть. Давно тебя звали. Если вдруг вы сейчас звезда, холопа, огромного количества фильмов, но сегодня мы будем говорить, конечно, про вызов, много, долгий интерес, потому что такого еще, конечно, у нас никогда не было. И у меня тоже. Да ни у кого такого еще. Вообще в мире такого не было. Этот фильм как раз сегодня выходит на большие экраны. То есть прямо сейчас вы досмотрите нашу программу и вперед. Штурмовать кинотеатры. Милош, часто так бывает, что актеры не видят целиком картину до выхода на экраны? Да. Ты, я так подозреваю, видел? Я видел, потому что... В октябре ты же ходил на предпремьерный показ? Мы это знаем. Мы видели фотографии. Видел, но я видел и до этого, потому что я одновременно делаю прокат и в Сербии. Ага. И одновременно зритель в Сербии будет смотреть в кинотеатрах Сербии «Вызов». Ну и как? Как тебе? Как мне фильм? Да. Уже как зрителю со стороны? Да. Первый раз в жизни, ну, ты смотришь фильмы, ты видишь, ты понимаешь, что то, что снято там, то, что ты смотришь, что происходит там, реально там и снималось. Во-первых. Во-вторых, это первый раз в истории, когда что-то является sci-fi, научной фантастикой, но то, как это снято, еще более невероятно. И получается, что сдвинули мы все вместе, особенно люди, которые летели туда, сдвинули эти границы возможностей человечества. И то, что было научной фантастикой, уже является реальностью. Ну, в таком мире мы сейчас живем. Да. Вот мы сейчас в этом месте. Благодаря тому, что съемки действительно проходили в космосе, эта картина совершенно точно уже обеспечивала себе место. Я даже не знаю, среди чего, потому что нет других таких фильмов, правда. Единственная где-то на этой полочке. Это очень круто. Как к тебе, вот с чего все начиналось с начала этой серии? Как к тебе сценарий попал вообще? Откуда ноги растут? Я... Откуда ноги растут? Такое выражение, оно не имеет. Я понял, спасибо. Все в порядке. Можно было прослушать. Я, во-первых, узнал про кино из соцсетей. Я видел анонс где-то у друзей старта или сделал Black & White замечательных моих друзей, которые делали халопа, отель Ален и так далее. Мы с ними вместе работали уже. Я видел это у Клима. Я понял, что это реально происходит. Я звоню Климу, спрашиваю, вот это правда? Он говорит, ну да, вроде как есть такая идея. Мы собираемся. А знаешь, как Клим такой спокойный, такой, ну да, вроде есть. Мы готовимся лететь в космос. Есть такая тема. Как будто это... Сейчас спокойная такая, обыденная история. Как будто это одна из тем. Ну, летим в космос. Снимаем в Подмосковье, в доме отдыха просто. Да, потом мы сдвинем солнце 250 километров влево. Ну, а это другой вопрос. Вот такой. И я общаюсь с продюсером, реально говорю, слушай, ну, а тебе надо, чтобы тебе там кто-то кофе готовил в космосе? Он говорит, ну, там придется забирать только одного человека, и, скорее всего, это будет актриса. Я говорю, слушай, ну, сейчас глядут такие времена, вот эти границы стираются, а ты не веришь в мои актерские способности сыграть? Конечно, мы пошутили. В итоге я ему сказал, ну, я поздравил с этим огромным успехом, и вот стал гордиться тем, что я вообще знаком с этими людьми, которые готовятся к такому подвигу. Я потом смотрел, как они летали, как они вернулись. Я вообще был не привязан к проекту. И прошло полгода, я слышал, что они готовятся делать. То есть сначала состоялись съемки, вот космическая часть, а потом уже началась вся подготовка вот здесь. Надо было начать с самого сложного, начать с головы. И когда это отсняли, я с Климом созвонился, мы общались. И я сказал, слушай, ну, я не знаю, что у тебя там по вызову, но если есть, я готов, ну, хоть в любой роли как-то просто поучаствовать. Потому что, во-первых, я его очень люблю, мы стали дружить. Во-вторых, я очень доверяю ему как творцу и его мнению. В-третьих, продюсеры тоже мои друзья, которых я очень хорошо знаю, с которыми мы создавали не один проект. И он сказал, хорошо, давай я там подумаю, звоните через неделю. Ну, короче, есть главная роль. Я говорю, как это работает? Да, ты готов? Я говорю, конечно. Но там нет вариантов, ты должен совпасть по всем этим датам. Нет ни одного, ничего другого, ничто не должно помешать. Я, конечно, согласился, вот весь график, который, слава богу, у меня не было таких обязательств, которые нельзя было сдвинуть. И согласился, и мы вот это сделали. Причем он мне там еще и помог, в этом смысле, чтобы я играл по-другому. Он меня очищал, направлял на то, чтобы я играл другими средствами, которые я... А по-другому это в каком смысле? Талантливо, не как до сих пор. Ну, в холопе тоже вроде было? Я шучу, не просто. По-другому я имею в виду другими средствами. Более сдержанно, более спокойно, более, я бы сказал, по-взрослому. Другой персонаж получается, когда вы от трех жестов выбираете только один, а другие два вы как-то просто думаете. Минусуем то, что он... Минусуем, да, понимаем. И вот он так это меня направлял, и я ему очень благодарен, потому что я думаю, что получилось неплохо. Пойдем в кино посмотрим, как бы это мы скоро все увидим. С точки зрения подготовки, это сложная роль была? Да. Да. Пришлось... Я только недавно осознал, что мне приходилось в один день сесть на самолет, взлететь. На взлете получить инструкции о том, как с парашютом выпрыгнуть из самолета, если что, не дай бог. А потом этот самолет поднимается на 9 тысяч метров, он начинает падать, и получается у нас... Тот самый самолет, где, собственно, имитируется невесомость. Да, да, получается невесомость в 23 секунды. За эти 23 секунды надо освоиться в этой невесомости, сделать задачу так, чтобы долететь до пациента. Там наученные хирургические, таракальные хирургии, процессы таракальной хирургии провести, запомнить эту номенклатуру. Все это, все эти названия, все эти процессы, как это выглядит, как это делается, в невесомости все это сделать в самолете. На языке, который уже, я чувствую его как родной, но все-таки это язык, который я выучил, когда мне было 26, все это сделать, и причем еще и играть. Так что да, это было сложно. Тогда я это не ощущал как сложно, я был очень мотивирован, я был очень настроен, в фокусе. Тогда я не понимал, что это сложная задача, тогда для меня это просто, я не думал, что это задача, просто я был в исполнительном каком-то... Я понимаю. На всякий случай для зрителей, кто вдруг пропустил, поясню, что персонаж, Милыш, играет врача, хирурга, который должен лететь в космос, чтобы там спасти космонавта. То есть и космонавт, и хирург, и вот такая вот непростая задача. Наши коллеги из Woman.ru спрашивают, а какие испытания были самыми необычными? Такой вопрос они задают. Какие испытания? Да. Ну вот мы только что упоминали. Вот, видимо... Наверное, то, это самое необычное, когда вы находитесь в падающем самолете, в невесомости. Это сложно, а необычное что-то еще вот было? Ну это довольно необычно. Например, центрифуга. Это огромная вот такая машина, которая вас крутит, и вы терпите вот это давление, то есть притяжение, и это может вас крутить, ускорять с одного G. А один G это то, что мы чувствуем сейчас. Вспоминайте школьную программу. Если мне 80 килограмм, я чуть соврал сейчас, но если мне 80 килограмм, ну не будем мерить, то я чувствую, что мне 80. Когда 2G, я чувствую, что у меня 160. 3G мне и так далее. Вот, на 4G, меня крутили на 4G, потому что выше 4G нужно уже делать скан головы, потому что может быть опасно. 4G вы чувствуете, даже как вы моргаете тяжелее, язык вы не можете выпрямить, говорить все тяжелее, потому что вы просто терпите эту силу. Это нельзя передать словами. Это необычно, дамы и господа из Women. Уважаемые, да, в Women.ru это было необычно. Принимается, когда довольно необычно. А при подготовке вы прям жили в звездном городке, то есть прям, ну такая настоящая была подготовка, как у космонавтов? Ну, не настолько. Мы проходили через часть этого обучения, через которое проходили наши персонажи, но нам не приходилось лететь в космос, поэтому и не надо было всю эту программу исполнять. Ну, частично, то есть вы по каким-то... Ну, вот, центрифуга, вот эти все эти... Борщ из тюбика ели? Нет. Ну, вы не настоящий космонавт. Ну, я ем кинокор, и это достаточно, да, это как, да, примерно это то. Я смотрел трейлер. Ты очевидный фаворит этой вот, как бы, условной гонки «Кто полетит в космос», это в трейлере все есть, да. Но, ну, как бы, на повороте тебя обходит героиня «Пересиль». Ты ее, она... Как мы знаем, да. ...отправляет. Это, ну, это известно. То есть, получается, что это кино, помимо всего прочего, еще и о сильной женщине, да? Да. Которая победила, очевидно, сильных мужчин, и даже не одного. Ну, посмотрите, фильм там не совсем так... Не совсем. Ну, это из трейлера может так показаться, но это кино... Это коллективное дело. Кино — это коллективное дело. «Полет в космос» — это коллективное дело. Это история про веру. Веру в себя, в свои способности, веру в человека, который находится рядом, в систему, в профессионалов, что каждый из них сделает то, что надо, когда надо, и ваша жизнь от этого зависит. Вы доверяете своей жизнью. Это, собственно, вера в другого человека. Это, собственно, есть та ткань, из которого из единиц создается общество. Но вот какой урок твой герой именно вынес из этой ситуации? Как ты думаешь? Что не... Когда он не полетел, когда вот произошло то, что произошло. Что если он не первый и не тот, на которого падает этот звездная пыль и свет, считает, что он все-таки является частью этого всего одного целого. Поэтому... Он не проиграл, а все равно он важный элемент этого механизма. Да, потому что они одни одно целое. Понимаю. А я так понимаю, значит, что Юля, уже побывав в космосе, потом продолжила съемки на Земле, она уже вела себя как бывалый космонавт, какие-то советы давала какие-то? Все не так. В космосе все по-другому. Я покажу, как тебе надо играть эту сцену по-настоящему. Космически, по-нашему. Ну, мне не приходилось играть сцены в космосе, но она рассказывала много чего интересного. И Юля, и Клим, я вообще поражаюсь, какие они молодцы. Вы представляете себе, что это значит? Снять кино в космосе. Во-первых, чтобы фильм был снят, причем в таком качестве, как они это сделали. Они это не просто сделали, а сделали это замечательно. Это значит, что вся группа, вот сколько у нас человек здесь сейчас, значит, вся съемочная группа, гримеры, костюмеры, операторы, постановщики, свет, звук, ну, 100 человек. Примерно. 50 человек, не знаю, 100, в зависимости от объема группы. Они вдвоем выполняли все эти задачи. Она была и гримерами, и костюмерами, и ассистентами. А он был и операторами, и осветителями, и звукорежиссерами. Все они делали... Причем это они все делали в невесомости. Причем они это все делали, рискуя жизни. Вот это правда, можно гордиться. Так что... И правда, очень крутая история. Даже если бы они сказали, стали советовать, ну, а что делать? Придется слушаться. Даже если неправильные советы. После такого авторитета. Ну, представляете себе, да? А колоссальная нагрузка на Клим Миша Пенко, конечно, была. Это режиссер вызова. Он же, я так понимаю, с тобой, собственно, да и Халопа снимал. То есть у вас вообще, конечно, история отношений-то... Да, у нас с Климом получается, что каждый раз, когда мы что-то делаем, это входит в историю. Вот я, собственно, хотел спросить. То есть смотри. Клим Шипенко во время снимок Халопа и сейчас на вызове. Это два разных режиссера? Я думаю, нет. Клим снаружи выглядит, как человек, который... Например, сейчас, если сейчас, не дай бог, взорвется вулкан, он скажет, ну, да, вулкан взорвался. Ну, скорее всего, нам придется сейчас... Давай быстро в машину и валим. И он быстро сядет в машину, и мы свалим. Но он ее организует. То есть я думаю, что он такой человек, который умеет принимать решения, и понимает, как они под давлением принимаются. То есть поэтому он такой, кажется, психологически сильный человек. Конечно, он человек, и, наверное, он меняется, и он учится. И, скорее всего, это была бы ошибка, если бы я утверждал, что он за два-три года не изменился совсем. Точно изменился. Но я думаю, что он наблюдает за собой, наблюдает за миром вокруг себя. Поэтому я верю, что эти изменения, они точно в лучшую сторону. Нет, я бы не знал, ну, просто съемки «Холоп» прекрасные, но это развлекательное, легкое кино, да? Да. А тут, ну, такая ответственность. Первый, даже не то, что сам полет тяжелый, понятная история, но это первый в истории человечества фильм, о котором все говорят. Совершенно другая какая-то внутренняя ответственность. Может, он как-то нервничал? Наверное, но... Визуально по нему не видно ни... Но по нему не скажешь, потому что он, я говорю, он так подступает, к любой задаче приступает так, что он говорит, ну, хорошо, да, надо снять кино в космос. Как это снять? И он думает... В космосе. Он читал все интервью, все интервью всех людей, которые когда-либо-либо были в космосе, либо снимали в космосе, либо снимали про космос. То есть, он просто такой человек. Перед тем, как актеру выйти на площадку, вот такая работа была проделана еще до этого, конечно. Еще до этого, как они летели... Да, да, да. До этого, как они еще летели туда. Для тебя в итоге, что, правда, сложнее оказалось? Хирурга играть, освоить навыки хирурга или проходить подготовку космонавта? И то, и другое довольно сложно. И то, и другое, я бы сказал, это достижение. Потому что, как это переплетено, вот эта ткань общества и этих достижений. Значит, чтобы человек стал хирургом, он должен понимать биологию, медицину, математику, физику и так далее, и так далее, химию. И эта ткань, она создана из предыдущих достижений во всех этих областях. Также и космонавтика. Тоже наука, инженеры, конструкторы, космонавты, военные, врачи. На это все еще надо добавить актеров, операторов, режиссеров. Ну, то есть, поэтому я считаю, что вызов это достижение всего народа и всей культуры. А мы, точнее, они были только вот этим ударным кулаком или этот цветок большого дерева, который имеет и свои корни, и другие элементы. Поэтому, да, я рад, потому что это праздник. Реально, 12-го числа у нас был праздник. 12-го апреля, собственно. Да, 12-го апреля. Когда состоялся премьерный показ, да, в октябре, как раз День космонавтики. Потому что нам всем есть чем гордиться. Это не только кино, а все то, что нас привело к этому фильму, учитывая нашу историю, испытания, все через что. Ой, вот к этому, кстати, как раз к Дню космонавтики, к истории, которая привела. Ты застал, ну, то есть, конечно, не застал, родился чуть-чуть позже. Гагарин полетел в 61-м, ты родился в 88-м. А в другой стране, хотя, ну, полет Гагарина во всем мире, конечно, но тем не менее. А вот космическая лихорадка, как это тебя хватануло? Любил ты в детстве вот рассказы фантастические, фильмы? В Сербии не было так много, скажем, повестки космической, поскольку у нас нет космической программы. Но все эти фильмы, научные фантастики, конечно, до нас доходили. Но у меня не было вот такого интереса, чтобы я летел. Ну, ты говоришь, наверное, в те годы здесь каждый второй, не знаю, третий мальчик мечтает стать космонавтом. Это прям национальная идея такая. Здесь это реально, а в Сербии это нереально. Мечтать-то можно? Ну, мечтать, да, конечно, можно. Мечтал и повелителем ветром. Но с другой стороны, если задуматься про мечты, вот мечтатели это люди, которые иногда не совпадают с реальностью, но зато у них есть потенциал создавать новую реальность. Поэтому нельзя недооценивать мечтателей, а надо в обществе к ними очень бережно относиться. Вот так, если в космос позовут, полетишь? Есть такое предложение. Да, то. Конечно. Ну, собственно... Как такое упустить? Я, если что, я рядом с кофе как раз, если можно, тоже я. Меня как раз эта лихорадка по полной программе хватанула. Фильм «Космос» положил, собственно, начало съемкам в космосе, фильм «Вызов». Естественно, это будет не последний фильм, который сняли в космосе. Очевидно, это первопроходится, а дальше, как говорится, больше. Нам кажется, вообще все фильмы сериала теперь можно снимать в космосе, ну, раз уж теперь понятно, как эта технология работает. У нас есть несколько идей для будущих проектов с твоим участием в космосе, раз уж ты согласен лететь. Мы сейчас покажем тебе, у нас есть даже постеры этих фильмов. Хотим, чтобы ты оценил наши идеи, если они тебе понравятся, мы их тебе, собственно, дарим вперед воплощать. Первый фильм будет называться, это ремейк советской классики «Иван Васильевич меняет профессию в космосе». Инженер Шурик с помощью своей машины отправляет, собственно, до царя из прошлого, ну, не абы куда, на МКС. И там Иван Васильевич, как бы, ну, в первом фильме профессию менять не пришлось, а тут придется, потому что в космосе, ну, ты должен обладать сразу несколькими, естественно, профессиями. Как тебе идея такого фильма? Ну, я не вижу, что у меня, почему у меня какая-то тряпка на голове, что... Ну, как в оригинальном фильме, конечно, лицо замотали, чтобы его не узнали. Классика. Ну, классика, я бы просто шлем. Шлем. Просто царский шлем. Царский шлем. Нужен царский шлем Мономаха. Да, царский шлем, но космонавтический шлем, но царский. Да, царский шлем Мономаха, он так и называется. Внесите правки, пожалуйста, и мы тебе подарим этот плакат. Хорошо. Следующий, сериал. Самый популярный будет сериал, минимум 400 серийная драма. Постучись в мой стыковочный модуль. Совместное российско-турецкое производство будет. Ну, сюжет там, как бы, понятен. Нет. Ну, Тена, значит, а помимо этого, вы установите рекорд среди всех артистов, когда-либо существующих, по времени пребывания в космосе. Минимум 400 серий, минимум. Знаешь, что было бы хорошее, вот, трагедии, комедии, потенциал? Развод в космосе. Развод в космосе. Они в модуле, некуда деваться. Да, действительно. А, полетели в муж и жена, и там они поругались. Да, они полетели на этот, как называется? Медовый месяц. Медовый месяц, да. Они полетели на Медовый месяц и подали на развод, но пришлось им еще год подождать, потому что их не могут спустить на Землю. Хорошая идея. Сейчас такое нет, ребят, запишите. У нас есть еще одна, мне кажется, хорошая прорывная. Халоп-3. Ну, где как не в космосе. Значит, смотри, там очень простая история будет. Твой герой перестал быть мажором, он исправился, конечно, это как бы все поправили, но он по-прежнему верит в плоскую Землю. Ну, так вышло. Да. И чтобы исправить вот это, ну, пришлось его отправить в космос, ну, со всеми вытекающими, чтобы он увидел круглую Землю. Или нет? А? Ну... Халоп-3 в космосе. Было бы неплохо, если бы ему создали вот этот, скажем так, параллельный мир, в котором он типа находится в космосе. Ну, естественно, ну, вспоминая первое, да. Ему кажется, что он в космосе видит круглую Землю. Или не круглую? Ну, это оставим, чтобы зритель догадался. А то половину зрителя отпугнем, сейчас мы вспомнили круглую, о чем вообще рассказывать. Хорошо. Неплохие идеи, согласен. Ну, вот твоя хорошая, развод в космосе, это хорошо. Да. Вот это хорошо. Спасибо. Космический развод. А еще немножко про кино поговорим. У Джани не про вызов, а про другие. У тебя есть опыт работы в разных странах, я так понимаю. В России многие говорят, что мы до Голливуда, ну, по некоторым параметрам не дотягиваем, там, как минимум по организации, да, на площадке. Ты со стороны видел организацию и в России, и не в России. Есть какие-то особенности, которые ты можешь выделить кинопроцессам? Я думаю, что... Именно самого процесса, сейчас не про талант. Основная разница Голливуда и России... Россия это кинематограф. У России, у Сербии есть кинематограф. Но в России это кинематограф, который, он наложен на культуру. Это продлинь, это естественный процесс кинопроизводства, который имеет свои корни в культуре. А эта культура, она имеет свои корни в тысячелетной истории. У Голливуда этого нет. У Голливуда есть очень хорошее понимание, как все превратить в продукт. То есть механика. Да. Есть, конечно, там творцы, которые создают искусство, я вообще про это не говорю, но просто есть очень хорошая налажена система производства. И это лучшие продукты, кинопродукты в мире. В России есть качества, которых нет в Голливуде. Но я думаю, что мы сейчас находимся на такой точке развития, когда мы учимся создавать продукты. У нас стало это неплохо получаться. Мы научились снимать. Это кино не отличается визуально от делать графику и так далее. Но это хорошо, что мы иногда берем инициативу, вот как с фильмом «Вызов». И что мы делаем, мы не следим и не догоняем Голливуд. А мы сейчас изобретаем свои подходы. Мы должны снимать кино, которое нас интересует, которое исходит из нашего искреннего желания узнать этот мир и искать. То есть мы должны задавать тренды, чтобы за нами как раз. Да, но тренды задаются не так, что мы хотим задавать тренды. Они задаются таким образом, что у нас есть подлинное желание узнать, что такое человек, исследовать человека, а сделать комедию, чтобы человеку было тепло на душе. Сделать, ну, от любви это должно идти, от любопытства, от страсти к фильму. Если мы пытаемся кого-то догнать и делать, как они, то и получаются какие-то бездарные попытки. И тоже мы это видели в творчестве. Поэтому я считаю, что... Не надо никого догонять, о душе подумать. Да, надо создавать искренне и создавать свой продукт. Ну, этот продукт, это, например, холоп. Это вызов. Это не обязательно, что это какое-то высокое достижение искусства. Это уже другое направление кинематографа. Это другое... Но я говорю именно про продукционный, продуктовый вектор. Понимаю. Еще об одной грани твоего... Твоих талантов, киношные тоже. Ты становишься продюсером, я так понимаю. Вот в эту сторону идешь. Есть некий такой стереотип, что такой продюсер, это такой дядя, у которого много-много денег. Есть даже анекдоты, знаешь, а ты точно продюсер, да, когда спрашивают, слышал наверняка. Нет, ну, когда вот с девушками знакомятся, я продюсер. А здесь точно продюсер? Тогда как бы пошли. Такой дядя, у него деньги, он всеми командует, и что хочет, то и делает. По факту это совсем не так. Продюсер занимается совсем другими делами. Вот ты, как продюсер, что ты делаешь, за что ты отвечаешь? Да, я участвую в идее проекта. Я участвую в изменении сценария, иногда участвую в подборе сотрудников, участвую в финансовой конструкции, то есть, например, окей, мы предложим... То есть ты ищешь деньги? Да. Не из своего кармана, а именно поиск. Обычно, да, 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 поиск, кому этот проект интересен, кто готов в такой проект вложиться, и кому это будет... Надо думать, кому это будет полезно, кому это будет нужно. Вот. И тогда, после этого, мы создаем некий, скажем, такой глобальную конструкцию. И когда это есть, все подписано, проект запускается. Дальше я немножко просто контролирую, ну, наблюдаю за тем, как это происходит, а часто и играю в этих проектах, потому что пока, как продюсер, я как актер гораздо более полезен для проекта, чем как продюсер. Вот. Но я надеюсь, что сейчас продюсер во мне будет догонять актера во мне. Вот. Дума и душе при этом. А смотри, привлечение Джонни Деппак к озвучанию твоего сербского мультфильма, это продюсерский успех? Да, это продюсерский успех. Я должен тут сказать, что проект... Я привлек итальянских партнеров в Сербию, а они уже привлекли Джонни к этому, да, к этому проекту. Вообще, в двух словах, значит, смотри, мультик называется «Puffins Impossible». Да. Я нашел трейлер, но это все, что мы смогли найти. Русский зритель этот мультфильм где-то как-то может увидеть? Скоро может увидеть. Мы совсем недавно достигли договоренности. Я пока не могу сказать, где, но скоро будет доступно русскому зрителю. Ну, будем надеяться, что увидим. Это пятиминутные короткие мультики о симпатичных птичках, которые называются «Пуфы» или «Пуфины». И кого-то из них озвучивал, собственно, так понимаю, Джонни Депп? Да, Джонни Депп. И я озвучивал для русского рынка одного из персонажей. Все, ждем, очень надеемся. Женой, я не могу не спросить, я так понимаю, ты работал, собственно, с Джонни Деппом, с Эрика Робертс, Уильям Болдуин и многие-многие другие. Какие? Какие они на площадке? Звезды-звезды? Профессионалы. 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 Точно, четко отрабатывают то, что надо, готовятся. Ну, а вот видно вообще не снимет вот что-то, вот этот флер какой-то, что их делает с звездами и знаменитостями? Все-таки как-то черта характера какая-то, вот ты смотришь и не понимаешь, почему эта звезда вот такой величины. Какой-то секрет успеха вот есть он как-то, его можно поймать, почувствовать? Обычно это шаблон определенных качеств, который во всех профессиях создает успешного человека. Это, наверное, ну, это готовность вкладывать время и энергию, готовиться, уважать окружающих, уважать других людей, с которыми ты вместе это делаешь. Некий талант для этого дела. Ну, вот, это такой шаблон, который, это набор качеств, который должен быть у каждого. Он может чуть-чуть отличаться, но в основном это то. Ну, пока мы готовились к интервью, мы нашли огромное количество фотографий твоих с разными звездами. У нас даже есть коллажек. Вот прям смотри. Прям неплохой клуб по интересам. Я еще подумал, а зачем все-таки вот секс-символы разных стран собираются вместе? Какая может быть причина? И мы нашли ответ. Очевидно, у вас есть какое-то вот тайное общество альфа-кино-самцов. Подумали мы. И после того, как я эту загадку разгадал, собственно, вот ваш, я так понимаю, символ мы сделали, да? Кино-альфа-самцы. Ты понимаешь, что с тобой будет? Как попасть в этот клуб? Что надо сделать? Я очень хочу туда. Как? Да, мы собираемся у спортзала. Так. Ну, внутренний ход, у входа. Да, у входа. У входа. У входа, да. Там собираемся и там обсуждаем, какие тренды будут у альфа-самцов, секс-символов. Вот. И мажемся кремом. Какой-то особенный крем или, ну вот, каждый свой приносит, да? Каждая своя маночка. Каждая своя маночка. И с Тэмми так общаемся. Какой у тебя, а кто тебе сегодня сказал, что ты секс-символов? Сколько человек тебе сегодня сказал? А мне 11. Молодец. Сегодня ты главный. Меня распечатали в журнале. И так делаем. Ой, шикарно, шикарно. Все, я... Массаж лица. Все, я... Да. Ну, вот мне... Нет, я вот так не умею. Вот поэтому у меня пока... Поэтому ты не вовсе... Я поэтому не вовсе... Мы тебя примем в обществе. Да, ну, я буду стараться, честно. Я буду... Я в извлеченном самолете, я в невесомости буду... Ну, да, надо огурцы, 4 дня огурцы на синяках носить, да. Если нет крема, а крем выдают только уже супер альфа-самцам, начинать надо с огурцов, как бы это базовое. Да, огурцы, спорцы. Рецепт попадания в альфа-самцы от Милоши, как бы начните с огурца. Да, да. И потом... Неплохой заголовок, кстати. Начните с огурцам. Вернемся в кино. Да, вернемся. А я так понимаю, что у тебя есть и режиссерские, и сценарные амбиции, да. Ты говорил, собственно, об этом. Если бы была возможность, открытое финансирование, все возможности у тебя в руках, что бы ты снимал, что бы ты писал, вот о чем ты мечтаешь? Какой фильм ты бы хотел сам сделать? Проблема в том, что я кино чувствую радикально по-разному. Иногда я бы вообще сделал вот такой панк кино про необычных персонажей. Ну, не буду сейчас открывать слишком много. С другой стороны, хочется снять сатирическое кино про невозможность человеческую нести вот это время власти над другими людьми. И, ну, немножко как этот, как называется, ну, Чарли Чаплин делал. Великий диктатор. Великий диктатор, да. Или Стэнли Кюбрик, How I Start Fearing and Got to Love the Bomb. Как я перестал волноваться и полюбил... Да, доктор Стрэнджелав. Доктор Стрэнджелав. Ну, вот, либо такого жанра, либо вот этот панк про этих негодяев. Ну, не негодяев, а несчастных людей, которые являются вот таким... Ну, вот такие фильмы меня привлекают. Люди, интересные персонажи, которые, аналоги которых существуют, которых мы, может быть, не замечаем. Или так и таким глазом, такими мы их не видели, не обращали внимания. Или просто хочется снять обычную любовную историю с попыткой поставить пример. Потому что очень... Сделать несчастную любовную историю, это все любви несчастные. Я бы хотел попробовать сделать счастливую историю про любовь. Это очень тяжело. Но как это сделать, я вообще не знаю, вообще нет представления. Но мне просто кажется, ну да, и все снимают про то, как они что-то друг друга изменяют. Или не могут быть вместе. Ну, эта любовь, она идеальная. Только когда он находится на каком-то корабле, и он уходит корабль, и она ему машет, или поездит, и так далее. Но тогда она идеальная, когда они в четверг должны проснуться утром, и кто пойдет в магазин. Ну, такая... Ну, просто хочется как-то вот именно вот эту историю снять, про как эта счастливая любовь должна выглядеть, и насколько человек способен для этой счастливой любви. И как бытовуха не съедает любовь. Да. Такое. И съедает, но это является частью этой любви. Не знаю. Желаем успехов, как бы надеемся. А вот проект Тесла, который тоже, я так понимаю, там... Ты много про него рассказывал, но вот в последнее время не слышно. Мы хотели... Я хотел его сделать как русско-сербско-американский проект, но в данной ситуации, я думаю, что это будет чрезвычайно тяжело. Почти невозможно. Поэтому мы решили этот проект переформатировать, и сейчас просто ищем другой подход. Меня это... Во-первых, меня остановила пандемия. Вот, потом все события с 22-го года. То есть он не на паузе, он в стадии... Да, он в стадии развития. Осмысление, когда. Хорошо, ждем, надеемся, верим. Маленькая у нас сейчас будет техническая пауза, через 30 секунд вернемся, не убегайте. Одноклассники обновились. Теперь любое увлечение – это ок. Можно увлекаться садом, но сбежать из него в путешествие. Можно съесть чужого коня, но оседлать своего. Можно занять привычную позу у плиты, но освоить новую на йоге. Одноклассники – это десятки тысяч интересов и миллион людей, которые их разделяют. Мои увлечения – это ок. Ну вот сейчас о чем хочу с тобой поговорить. Наверное, о главном режиссере в твоей жизни. С этого фильма началась твоя карьера «Солнечный удар». Карьер в России, я имею в виду, конечно, да? Ты всегда очень уважительно отзываешься о Никите Михалкове. Много раз рассказывал, как это предложение состоялось. Вот эта замечательная история. Что ты думал, что это позвонили, пошутили. А на самом деле, действительно, это не вопрос, не об этом. А когда ты впервые увидел Михалкову, мы понимаем. А вот не знаешь ли ты, Михалков, как и где тебя впервые увидел и решил позвать тебя? Я думаю, что первые два раза, когда мы встретились, он этого не помнит. Первый раз мы встретились на Кустендорфе. 2008 год, по-моему. Я еще тогда учился, был первый или второй год на университете. И он показывал, по-моему, 12. И тогда я к нему подошел. Но он точно этого не помнит, потому что тысячи людей каждый день к нему подходят, что-то говорят. Потом второй раз мы познакомились на Московском кинофестивале. Когда мы показывали Монтовидео, я уже тогда был актером, который окончил университет и снялся в первой главной роли. И я думаю, что тогда он меня запомнил в кино, наверное, видел или не видел. Не знаю, был он в отборе, но мы тогда как бы пообщались немножко и так далее. Потом пришло вот это приглашение на кастинг. И я думаю, что это третий раз, когда мы познакомились. Ему было понятно, да, из этого фильма ему предложили меня, как бы мы тогда, вот это был третий раз. Я думаю, что тогда он... На третий раз уже так и увидел по-настоящему. А его требовательности вообще слагают легенды. Правда ли это? Вот тебе он каким показался на площадке? Заходит Никита Михалков на площадку, ветер останавливается на всякий случай, чтобы не мешать мастеру. Или нет? Есть такое. Люди с большим уважением относятся к его таланту, к его опыту. Поэтому люди... Ну, правда, меняется атмосфера, когда он заходит. Но он требовательный, но он очень много дает. Он актеру дает все условия, чтобы актер дал самый лучший результат. Вот я как раз видел в твоем интервью, на сербском, с субтитрами, конечно, ты как раз называл Никиту Михалкова педагогом. Да. Вот он чему тебя научил? Много чем. Трудно что-то сейчас вот так сказать. Но я заметил, как он относится к людям. Это маевтика. У него есть ответы на вопросы, но он хочет услышать новые ответы. Потому что у каждого человека свое видение. И он задает вопросы и оставляет нас с этими вопросами думать. Потому что в этом процессе что-то органическое, что-то наше рождается. Ему не нужны ответы. Ему надо, чтобы мы... Есть такая техника. Прости, пожалуйста, не могу не спросить. И ходят слухи. Может быть, ты знаешь, что какому-то актеру он наклеил на бровь пластырь, чтобы он не переигрывал бровями. Да. Ты это рассказываешь? Кому? Я не могу это сказать. Не можешь? Да. Хорошо. Этот актер тоже мой коллега. Все, хорошо. Но, да, он делал разным актерам, он делал разные подходы, чтобы они осознали... И этот хороший ход, он тоже придумает такой. Потому что я тоже постоянно переигрываю бровями. Меня бы, я думаю, Михалков обклеил просто. Просто замотал в бинт. Тоже ход. Сейчас вы поддерживаете связь, как-то общаетесь? Да. Не очень часто, но иногда так сообщениями. Где-то, может быть, роль как-то где-то прокомментировал в сетях, может быть, позвонил, сказал что-то после... Тут хорошо сыграл, молодец. Тут... Нет, не комментировал роли. Я его приглашал на премьера, но он сказал, старый, спасибо, но я не могу. Вот, поэтому... Но... Было случай, когда он мне позвонил, сказал, ну, мне понравилось вот это. Это после какого-то выступления какого-то. А после какого фильма не... Вот по... Ну, не важно. А читал я, опять же, из твоих интервью, что у тебя есть такой... Четыре пункта, по которым ты выбираешь сниматься или в кино. Четыре критерия. Вот они. Качество сценария, посыл, персонаж. Играл ты такого уже или нет? И съемочная группа. Ну, не группа, а продюсеры, режиссеры, ну, люди, которые делают кино. Ну, вот нам стало, собственно, интересно, как этот отбор происходит на самом деле. И поэтому мы сейчас с тобой немножко попробуем как бы пофантазировать. Мы зашифровали некоторые фильмы ровно по твоим критериям. Сейчас мы эти критерии какие-то будем называть. Я должен сказать, что эти критерии ни к чему. От холопа я отказался. Соглашался на какие-то времена, которые не надо было соглашаться. То есть эти критерии как бы должны быть ориентирами, но я плохо разбираюсь в этом. То есть в этом бизнесе, как я читал книжку одного сценариста колливудского, никто ничего не знает. Ну, давайте сыграем. Ой, есть так, никто ничего не знает. Ну, давай попробуем. Я тебе буду какие-то называть вот эти критерии. Критерии. Твоих же критерий. Выясним, выберешь ты этот фильм для съемок или нет. Просто либо оплатить. Смотри. Фильм номер один. Ну, про сценарий мы ничего не знаем. Посыл фильма совершенно четко. Быть в гармонии с собой важнее, чем стремиться к совершенству. Там прям заложена глубокая мысль. Твой персонаж, ну, если ты согласишься, это идеальный мужчина, даже идеал мужчины. Но, единственное, придется перекраситься в блондина. Кто снимает, мы не знаем, и это, собственно, не важно. Согласился бы ты вот на такое предложение, если бы тебе редактор по кастингу? Да, так мало параметров. Ты будешь играть идеального мужчину, но надо перекраситься в блондина, и это история о гармонии с собой. Я сейчас откажусь от этого всего. Откажусь от этого. Потому что идеал мужчины – это обычно скучные роли, потому что нет ничего идеального. Идеал мужчины – это, значит, наверное, если бы кто-то ко мне подошел с таким запросом, я бы, наверное, посмотрел и сказал, ну, вы, очевидно, не понимаете, как это работает. Потому что идеал вообще – это в кино очень скучно. Ну и ладно, то есть снимайте со своими актерами. Хотя могло получиться неплохо вот постер этого фильма. Это фильм «Горби». Собственно. Слава богу, что это оказалось. Да, вот такой роль Кена. Ну, Кен же идеальный мужчина. Ну, не по всем параметрам, там кое-чего у него нет. По-моему, это пластмассовая какая-то форма. По-моему, тоже. Хорошо. Следующий фильм. Сценарий написан по мотивам провалившегося романа. Его читало, но не так много людей. Но, тем не менее, решили написать сценарий. Ну, что, пылиться. Посыл фильма сложный, не сможем его сформулировать. Персонаж. Ну, обычный провинциал, который становится миллионером, обретает личное счастье. Обычная банальная история. Ну, тут, да, тут дело только в персонаже, а посыл еще неправильный. Там очень непонятно, очень сложный посыл. Ну, в общем, это фильм о поисках счастья, по большому счету. Обычно проводившийся роман, когда делается по романе, который был не очень успешным, он получает какое-то второе дыхание, и обычно это бывает удачно. Опа! Поэтому я бы согласился здесь только по этому. А посылу, на это еще можно повлиять. Вот это, вот я понимаю, вот это интуиция. Вот как выглядел постер этого замечательного фильма с твоим участием. Это Форрест Гамп. Да. И правильный выбор. И ты правильно согласился. Идем дальше. Ну, смотри, значит, следующий фильм. Ну, со сценарием там не надо. Посыл тоже, в общем, персонаж. Обаятельный аферист. Многие мечтают сыграть обаятельного афериста. Роль мечты. Команда, ну, там совершенно точно голливудский режиссер. Сто процентов. Ну, это тоже да. Потому что обаятельный аферист. Во-первых, аферы, они кинематографичные. Да. Обаятельный аферист это какой-то, он отрицательный персонаж, но обаятельный, это сразу этот конфликт внутренний дает возможности играть. Для игры. Поэтому это тоже да. Абсолютно правильный выбор. Мариус Вайсберг, бабушка легкого поведения. Вот так мы себе это представляем. Да, Мариус Вайсберг, голливудский режиссер. Ну, и, наконец, сценарий. Ну, тут сценарий не описать. Это очень-очень многосерийная сага будет. Очень многосерийная. Что сразу дает, конечно, надежду на заработки и на долгую занятость. Это хорошо. Посылы и персонажи не важно. А вот команда, и это важно, в кастинге будет принимать участие очень много артистов с реально криминальным прошлым. Если бы ты это знал, ты бы согласился на участие в таком проекте? То есть реально режиссер и кастинг директора искали людей, которые, да, могут играть. Но они знают, что они играют. Ну, если это там нет Фрэнка Синатры, тогда точно нет. А он там вполне возможно тоже мог бы принять участие в этом проекте. Покажите постер этого замечательного фильма. Хотел бы сыграть в таком? Да, да. Ты знаешь, мы смотрели на постер с тобой и на оригинальной. А мы можем показать оригинальной, кстати? Есть у нас такая возможность сразу сходу? Ты знаешь, прям неплохо. Прям ты смотришься. Ап, ап. Прям хорошо. Это должен был играть Рэй Лиот. И Рэй Лиота, как и я, был такого мнения, что нет, я в сериалах не снимаюсь. Не снимай в сериалах, да? И вот это нам дала Джеймс Гандолфинни. А мог бы быть вот такой постер только с Рэй Лиотом. Ну вот как-то так. Как вы знаете, Одноклассники это не только сеть для общения, но еще и платформа, где каждый может найти какое-то себе развлечение по своим интересам. Их там огромное количество. Я нашел на одном видеохостинге твой канал, где ты выкладываешь рецепты. И ты готовишь фактически Юлия Высоцкая. Совершенно неожиданно было. Я вот только к подготовке к этой программе узнал, что ты занимаешься такими делами. Как ты попал на видеокухню, так скажем? Это был разовый проект для одного партнера, с которым мы работали. Который был, скажем, это был их проект. А я люблю готовить. Твое коронное блюдо? Разное. Я люблю готовить. В принципе, я люблю пасту готовить. Она достаточно быстро и легко делается, но ее можно делать. Я люблю креативить, когда в холодильнике нет. Ну, у вас есть то, что у вас есть, и из этого надо сделать. Я умею это сочетать. То есть, я не напичкаю все, что есть, а просто беру то, что я знаю, что сочетается. Люблю что-то новое делать. Вот самое-самое, то, что ты попробуешь, и все, и будешь... Я это даже назвал, вот это блюдо, потому что оно не существует. Я ее назвал «Ла паштицада ди Гранди Микеле». Ну, типа, это паста по-итальянски. Ну, это, короче, паста была с сыром и с беконом. Да, это лучшее, на самом деле, что может быть. Лучше и гранди в мире. Да, да, это грех. Вкусно и жирно, конечно. Я знаю, что ты дружишь с Джоковичем, да, но я так понимаю. Вы играете прямо в теннис? Ну, по-дружески. Так. У меня, кстати, есть друг, у которого против него положительный скор. Они играли один раз, когда они были дети. Так. И этот друг мой выиграл. И после этого они больше никогда не встретились. Ну, больше никогда не играли. И он сейчас отказывается играть, чтобы сохранить непобежденный. Это хорошо. Портал Lady Mail.ru спрашивает. Считаешь ли ты, это они спрашивают, это важно, что у русских девушек какая-то особенная красота и что они привлекательнее девушек из других стран? От себя добавлю, конечно, кроме Сербии. Ну, правда, в России очень много красивых девушек. Я не побывал во всех странах, чтобы мог сравнить, если бы делать такое заявление. Я боюсь, что мы можем очень легко скользнуть в какое-то самолюбование и так далее. Поэтому, да, русский народ очень красивый народ, очень красивая женщина. Но я не могу сказать, что просто то, чего я не знаю. Ответ за счет. В России много красивых девушек. Да. Что ты еще скажешь? Известный факт. Твоих героев долгое время переозвучивали по причине русского языка. В вызове. Это твой уже будет голос? Уже все ты сам этим занимаешься. И это очень хорошо. Какие, тем не менее, слова на русском языке до сих пор вызывают у тебя самые большие сложности? Цирюльник. 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 Поверь мне, и мы этим словом уже давно не пользуемся. Мы используем слово «бродобрей». Бродобрей. Бродобрей. Цирюльник. Ну, нет, вообще, ты, конечно, молодец, выучил, прекрасно разговариваешь. Русский язык интересен и ценен тем, что у одних и тех же слов бывают разные смыслы от контекста. И можно оказаться в неловкой ситуации. Вот из-за этого у тебя бывало подобное что-нибудь? Из-за языка, когда что-то сказал, и внезапно оказалось, что это не совсем то, о чем подумали. Да. Да. Например, в России говорится с раннего. А на сербском говорится «рано». И я говорил часто «с раннего утра». С раннего утра. Да. Ты знаешь, ты очень четко попадал. Да, они говорят, что ты ошибаешься, но это точно. Да. Потом я еще говорил... Как это? Да. Ну, я говорил, что эти люди, которые боятся, я говорил, что вот эти трусы, мне говорят, что... И получается, что я разговариваю с трусами. Ну, вот такие... Я понимаю. А ты вообще с репетитором же, да? Много занимался? Готовился? Или сам учил? Это когда я готовился к солнечному удару, да, с репетитором. А потом уже один. Уже сам. Что я, собственно, хочу сказать. К чему я это все... Ты огромный молодец. Ты выучил русский язык. И я бы хотел теперь, чтобы твои поклонники, зрители наши, тоже в ответ выучили хотя бы несколько слов на сербском. С твоей помощью, естественно, сейчас у нас, собственно, будет поэтому... Видео урок запишем сербского языка. Давай. Да? Смотри. Есть определенная тема. Морка карточек, да, и ты мне немножко поможешь. Пожалуйста, у нас есть даже заставка, ведь это постоянная рубрика в нашей программе. Уроки сербского. Это что за музыка? Что за музыка? Так, ну как, это... Это ж... Кто вам сказал, что это сербская музыка? Сербская народная музыка. Зачем ты разрубил? Никто не знает, все бы подумали, что... Да. Вообще, конечно. Урок первый. Урок первый. Как на сербском языке будет... Да. Что здесь? Нет. Как у нас... А вот у нас есть подсказка. Да. Да. Чтобы вы закрепили эти знания, мы сейчас с тобой используем это слово в диалоге. А-а-а. Угу. Итак, аудио урок номер один, слово «да». А правда, что сербский язык похож на русский? Да. А... Но некоторые слова все-таки отличаются. Да. Это было слово «да». Очень хорошо. Надеюсь, вы запомнили, как по-сербски будет «да». И мы переходим к нашему второму уроку. О, Господи. Ну, все. Ну, эта музыка... Она уже записана. Ну, не будет другой музыки. После этой музыки никто не поедет. Держись. Все. Я вам обещаю, вы такое в сербе точно не услышите. Ребят, простите, пожалуйста. Ну, ничего нашли. Хорошо. Урок второй. Учимся прощаться и здороваться. Привет. Здраво. Здраво. Правильно. Это когда? Прощай. Чао. Чао? Ну, мы это украли. Ага, мы нашли с Богом. С Богом, может быть. С Богом. Ну, пожалуйста, вот запоминайте. А мы с тобой используем эти слова в диалоге. Да. Чтобы все запомнили. Здраво, Милош. Как мне попасть в фан-сектор цервенной звезды в футболке партизана? С Богом, Женя. Конец сценки. Третий урок. А, кровь течет из ушей. А что это такое? Чтобы знал, что вот в этом мы проколимся. Где вы взяли эту музыку? Что выбирал это? Я потом выясню, что это вообще за мелодия. Откуда она? Урок третий. Удачи вам. Произнеси, пожалуйста, как это правильно? Сречно. Пуэно среча, да? Пуэно среча? Пуэно среча? Да, у меня написано. Удачи вам. Пуэно среча. А пуно среча? А пуно? А пуно среча, да. Пуно. Пуно среча. Пуно среча. Пуно среча. Да, я... Может быть. Можно так сказать. Пуно среча. Хорошая фраза. Удачи вам. Сречно. Сречно. Давай попробуем опять же в диалоге. Давай. Давай. Ты начинаешь. Вы что, собираетесь есть на ужине Чевапчичи? Те, которые я пожарил месяц назад? Да. Сречно. Ну, окей, работаю. Сречно. Удачи вам. Ну, и, наконец, четвертый урок, самый важный. Пожалуйста. Прости. Все, это последний. Больше не будет. Больше не будет. Прости, пожалуйста. Фраза «Мои извинения» тоже очень важна, когда, ну, куда ты прыгаешь. Как правильно... Я вижу, у нас, оказывается, действуют ошибки. «Мои извинения». Как правильно? Ну, можно сказать «извините». А, «извинявамся». Вот это, да, вот это «извинявамся», да? «Извинявамся». «Извинявамся». Смоделируем ситуацию. Смоделируем ситуацию, где можно использовать фразу «Мои извинения». Вымышленная ситуация. Милош, почему ты опоздал? Ты что, играл в теннис с Новаком Джоковичем? Да. Ты смотрел новый фильм «Эмира Кустурицы»? Да. Ты разбирал асинхронный электродвигатель Никола Теслы? Да. А где же ты был? «Извинявамся». Я съел те старые чувачки. Все понятно. И мне пора опять. Спасибо. Спасибо, что пришел. Надеюсь, вы выучили самые важные слова сербского языка. Они вам помогут, когда вы поедете туда кому-нибудь в гости. Или просто роскошная страна, замечательная. Где нету этой музыки. Точно нет. Точно совершенно. Но есть много другой музыки и очень много вкусной еды, в том числе в исполнении, Милош. Спасибо тебе огромное, что пришел в гости. Прям шикарно поговорили. Всех еще раз приглашаем в кинотеатры. Вызов уже на больших экранах. Это надо видеть. Спасибо большое. Увидимся в следующий четверг. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.